Более 80% от запланированного объема дизельного топлива доставлено в поселение Неницкого округа. По данным руководства Севержилкомсервиса, компания по опережающему завозу топлива идет в соответствии с графиком. Уже сегодня всеми видами топливно-энергетических ресурсов на предстоящую зиму в полном объеме обеспечены Харута, Харивер, Нись, Коткино, Щелина, Лабожская, Тошвицка, Пылемец, Воланга, Чижа, Шойна, Киевы, Учейские, Нижняя Пеша и Припечерские села. Среди них деревня Хангурей. Там побывала наша съемочная группа и посмотрела, чем живет поселок в летнее время. Доставлять свежий хлеб к столу жителям Хангурея – ежедневный ритуал для Ивана Рочева. Пекарный для него и работа, и, можно сказать, семейный бизнес. 10 лет пекарь с супругой Светланой снабжает выпечкой небольшую деревню. Ежедневная партия – до 70 буханок белого и черного хлеба плюс сдобная мелочь. Кроме того, раз в неделю выпечка отправляется в Каменку. Там нет местной пекарни. Свою работу супруги любят, несмотря на тяжелые условия. В первую очередь это касается здания. Брущатому строению больше 50 лет. После ремонта в 2008 году видоизменился только цвет здания. Все остальное быстро пришло в негодность. Трубцы падают. Это после ремонта, не в долгие, вот это стало. Вот эти лампы, вот это я бы иду к потолку. Тут их сели кругом. Мы везде затыкали, вот тут ватки-то. А зимой как здесь? А зимой холодно. Поэтому в декабре уже дорабатываем и ходим в отпуск. Когда пекарня закрывается, люди привозят хлеб из Наринмара, что в 50 километрах от деревни, либо пекут дома. Как оказалось, в ремонте нуждается и здание Дома культуры. За красочной внутренней отделкой скрываются ветхие конструкции. Если потолки будут шататься, это может упасть. Когда был ремонт в последний раз? Ремонт? Ой, давно, очень давно. Несмотря на это, Дом культуры востребован у населения. Сюда приходят на дополнительные занятия и просмотр мультфильмов «Дети», репетирует творческий коллектив «Весёлые соседушки». По праздникам жители приходят на концерты и дискотеки. Как говорит рабочий учреждение Виктор Шевелёв, ремонтировать здание смысла нет. Только деньги на ветер спустишь. Надо строить новое. А это, опять же, неэффективно. Посёлок маленький, население в основном среднего и старшего возраста. Так что пока люди довольствуются тем, что есть. А работы в деревне действительно не так много. Школа, сад, колхоз оленеводы. Олени много? Оленеводов много? Нет, у нас два стадедок. Немного, наверное, человек 12 может. Стараются люди, молодые люди, уезжать, потому что нет работы. Перспективы никакой нет. Начальник отделения Почты России Надежда Канева говорит, что родители всё чаще уезжают вместе с детьми в город. В Хангурее школа только начальная. За средним общим образованием надо ехать в Оксино. Не каждая мама вынесет разлуку с ребёнком. Детей в деревне осталось немного. Десяток в детском саду и девять в начальной школе. На лето учреждения закрывают и приводят здания в порядок. В этом году сотрудники школы и сада сделали косметический ремонт. Старенькие здания поддерживают в рабочем состоянии своими силами. Так что в новом учебном году дети будут учиться в обновлённых помещениях. Уже завезено и необходимое топливо – дрова, уголь, дизель. В период навигации его завозят в полном объёме, чтобы хватило на весь осенний-зимний период. Ну а пока он не наступил, люди рыбачат, ходят за ягодами, грибами и ухаживают за уютными огородами. Валентина Чебич и Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.